Пешеходные трассы в Москве. Всё время вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. На них можно спотыкаться. Их тоже надо было сделать на одном уровне, там, на одном уровне с дорогами, или как-то отгородить их просто. Но когда идёшь, очень неприятно вот эти вот вверх-вниз, вверх-вниз. То есть для этого нужно перестроить весь город. А иначе говоря, нужно делать новый город, даже если там будут пешеходные дорожки, там широкие, узкие, высокие, разнообразные там покрытия у них будут, с крыши, без крыши и так далее. Они должны быть на одном уровне, чтобы шёл и не спотыкался, и не выглядывал там ничего, хоть с закрытыми глазами. В Москве это проблема. В Москве много неровной плитки, вот как здесь. И... Ну, в общем, надо строить новые города, думать о том, как будет создавать всю инфраструктуру, и все... все объекты. Надо что-то выдумывать, потому что... то, как мы раньше строили... ну, мы человечество. Сотни тысячи лет назад, начиная, до сегодняшнего дня, но это уже всё, это уже в прошлом. это, конечно, нам пригодится, но уже... ну, неинтересно. Вот есть же такие фантастические фильмы, город на колёсах, прям, целый город на колёсах. Правда, на западе две тысячи человек, это поселение, это уже город. Но... и всё равно, если будут дома на колёсах, это... представляете, что это будет за город, за такой интересный. Но... это всё нужно разрабатывать, а... принимать надо, вот именно такие. Это нужно думать, пробовать, находить, чтобы сама жизнь показывала, что там. Вот сейчас смартфон, я нёс в левой руке, в перчатке, в кожаной, мёрзнет. Так, а вот в тонкой-тонкой шестнице нет, ничего не мёрзнет. Ладно. Потом продолжим диалог. Субтитры создавал DimaTorzok